Добрый вечер, это программа Особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях, как и полагается, Евгения Альбас, главный редактор журнала The New Times. Здравствуйте, Евгения Маркина. Здравствуйте, здрасте. Вы у нас ньюзмейкер. Роскомнадзор предъявил претензии к New Times из-за мата, которого на сайте издания не было. Я считаю, что это правильный заголовок, который отражает суть этого мероприятия. Расскажите ещё раз поподробнее. Это замечательная совершенно история. Я специально принесла, потому что мне никто не верит. Мне звонят журналисты и говорят, что нет, подождите, я что-то не понимаю, Евгения Маркина. Как это? У вас этого не было, но влепили в ад? Да. У нас-то не было. Вот вам эти три протокола, которые теперь сейчас поступят к мировому суде Тверского района. Может быть, возможно, ещё будет три, но это не будем им помогать. Итак, 12 октября Евгений Чичваркин крайне неодобрительно высказался в своём фейсбуке по поводу того, что Ксения Собчак собирается выдвигаться в кандидат в президенты Российской Федерации. О чём мы дали новость на сайте и ссылку на его пост. Значит, это протокол номер один. Потому что, оказывается, в посте Чичваркина и в комментариях к нему, значит, там были какие-то не те слова. О тех словах я вам потом скажу. В ответ на это Максим Виторган, супруг Ксений Собчак, ответил Чичваркину... Что он тоже нехороший человек. Что он неправ. Опять же, Виторган это сделал не у нас на сайте. Мы только сообщили о том, что он возразил, а сделал это у себя в Фейсбуке. Это протокол номер два. Но самое замечательное, это протокол номер три. Был батл между какими-то двумя рэперами. Я никогда не могу это запомнить. Значит, об этом написало издание «Медуза». Средство массовой информации, заинвестированные в Риге, Латвия. Издание «Медуза» тоже не употребило никакой обсценной лексики. Они в свою очередь... Значит, мы сообщили о том, что так и так, и об этом сообщила «Медуза». Мы сделали то, что мы обязаны сделать, согласно журналистской этике и согласно, просто сказать, правам интеллектуальной собственности. Новость, которую сообщила первая «Медуза». «Медуза», в свою очередь, сослалась на сайт, где было видео с этого батла. И в этом видео в преамбуле ведущая сказала «пошумим» и дальше, значит, я вам процитирую, что нельзя, Оля, нам никогда говорить. Так. Не переживайте. Пипс. Мне судьбенным словам и вращением относится четыре общеизвестных слова, начинающиеся на «х», кавычки закрываются, запятая, «п», в кавычках, «е», в кавычках и «б», в кавычках. На самом деле, Оля, есть еще пятое слово, и это не то, что вы подумали. Но некоторые люди угадывают сразу, некоторые не сразу. Я не сразу угадала. На букву «М»? Да. Но это не то, что вы подумали. Вот с гарантией не то. А, Оля, не надо, мы не будем сейчас. Нет, нет, нет. Нет. И производные. Производные мы однажды распечатали. Производные к этим пяти словам, мы распечатываем, занимают тут примерно пять страниц бумаги. Значит, еще раз, вы поняли, «Медуза» тоже ничего не нарушила. И мы ничего не нарушили. Даже батл ничего не нарушил. Батл нарушил, батл тоже не нарушил, а нарушил вовведение. Ведущий. Это мем, который всегда употребляется во время этих батлов. Всегда. Ну, это вообще такая веселая, шумная и грубая история. Да, но ссылаться вы не можете. Вот ровно за это мы и получили вот это количество бумаги. А также нам, мы теперь ждем, значит, Тверской суд должен решить штраф от 20 до 200 тысяч рублей. За каждый. За каждое из этих пяти ужасных слов, которые Роскомнадзор считает неприличными. За каждый протокол. Я согласна с Роскомнадзором. Не надо употреблять нецензурную лексику. И в «Нью-Йорк Таймс», «Вошнинг Пост» есть прямо перечни слов, которые нельзя употреблять. Когда-то я была первой в Советском Союзе журналист, которая употребила слово «бюстгальтер» в открытой печати. До меня никто и никогда никому не было позволено употреблять это слово. Потому что бюстгальтеры были, а слова не было. Ну, вернее, их тоже не было в магазинах. Значит, есть слова. Я помню хорошо, когда я работала в «Чикаго Требюрин», что, например, слово «хора», «хо», «хо», проститутку употреблять было нельзя. Ну, окей. Я не против. Но это же хохот собачий, когда вы не можете исполнить то, что вы обязаны сделать, дать читателю аутентичную ссылку. Вы не можете теперь это сделать. Более того, вы... Не приведи Господь вам сослаться на интервью Дудя, известный видеоблогер в Ютьюбе. Его интервью смотрят миллионы человек. Вы не можете сослаться, потому что он употребляет ту самую абсцентную лексику. Говорят, вот сейчас кто-то из блогеров будет у Путина брать интервью. То ли Дудя, то ли кто-то еще. Про Дудя, я тоже читала, что может быть такое. Ну, возможно, да. Но вы сослаться не можете, потому что, не дай бог, вы попадете не туда, и все. Какой-то вариант надо предложить. Как обходить эту проблему? Значит, пересказывать со звездочками, а ссылку не давать, чтобы Роскомнадзор не заподозрил? Как? Что делать? Знаете, я думаю, что, моя гипотеза, что поскольку, если в МВД существует палочная система, план по количеству штрафов. Я думаю, что у Роскомнадзора тоже существует план по штрафам, по предупреждениям, по доказаниям. Ну, а как вы иначе померите эффективность работы этого замечательного учреждения? Непонятно. Правда, как это? Оно же называется Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Тем более, что у них сейчас там целый уголовный процесс. Люди находятся под домашним арестом. В общем, много трудностей. Много трудностей. Много трудностей. Я хочу сказать, что однажды, оказывается, такая история была с Росбалтом в 2013 году. Да. И Росбалт, ну, там у них, правда, был какой-то видеоролик еще выложен. Тем не менее, даже после того, как они сняли этот видеоролик, все удалили, все равно Роскомнадзор подал в суд, и Росбалт был лишен свидетельства о регистрации СМИ. А если вы не имеете этого свидетельства о регистрации СМИ, они, слава богу, сумели восстановить это через Верховный суд, то вы тогда должны будете зарегистрироваться на территории нероссийской федерации. И тут вы, Оля, попадаете теперь под новый закон. А просто перерегистрироваться на территории Российской федерации, изменив две буквы в названии. Это довольно трудная история. Говорят с банками, со всякими финансовыми учреждениями. Это, знаете ли, это с финансовыми учреждениями. А мы же, знаете ли, СМИ. И поэтому мы же не можем там подай-принеси, отдай-откачу, да? У нас и денег-то на этого нету. Поэтому нет, это очень трудная история. Ну, объясните, пожалуйста, чисто технически и серьезно. К вам сейчас претензии, которые могут вылиться в штрафы, это предупреждение или это уже угроза? Это два параллельных процесса. При этом вы не знаете. У нас бывали ситуации, когда сначала были предупреждения, потом штрафы. И с коллеги джихадом у нас это было 100 тысяч рублей и два предупреждения и сайту, и журналу. А бывали ситуации, когда были сначала штрафы, потом предупреждения. Бывали случаи, когда были просто штрафы. Понять у них последовательность очень трудно предсказывать. Они такие переменчивые ребята. Дело в том, что этим занимаются разные начальники на разных этажах Роскомнадзора. А каждый из них хочет получить звездочку на погонной или какую-нибудь еще радость. Это особое мнение Евгения Альбац, главного редактора журнала «The New Times». Мы вернемся через минуту. С вами писатель Владимир Войнович и издательство «Виттанова». Историко-психологическое. Историко-психологическое. Вот это, да, вот сейчас. Но это, нет, я читала, вот это. Как вы думаете? А, мы не можем, мы сейчас с вами в интернете идти. Ну напишите мне, как вы думаете, какое слово на «м»-то? Просто мне интересно, мне... Я-то теперь пропадкованный человек, а я всем спрашиваю, какое теперь пятое слово? Да, вы сразу угадали. Какая вы молодец, однако. Вы сразу угадали. У меня чувство языка. Да. Чувство прекрасного. Давно здесь сидим. Вот, кстати, мне всегда видно, когда звонят хулигановы, и говорят, что это новое дело. Да. А вот, кстати, что происходит в этой ситуации? Отключаем. Это я знаю, это я ни раз, ни два, и сама налетала, но... А как Роскомнадзор? Выступающий в прямом эфире несет ответственность за свои слова сам. То есть, в принципе, я могу материться? Понятно. Да, но к вам будут претерзи. Радиоэхо Москвы и компания РТВА представляют программу... И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии Евгений Альбас, главный редактор журнала «The New Times». И давайте еще о всяких странных, удивительных историях поговорим. Следственный комитет по настоянию РПЦ проверит, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством большевиков. В РПЦ ритуал объяснили. По мнению церкви, убийство царя было особым делом, символическим. Тут с ними не поспоришь, на самом деле. Большевики и их сподвижники отнюдь не были чужды самого неожиданного и разнообразного ритуального символизма. Объясните мне, пожалуйста, Евгения Марковна, зачем Следственный комитет будет это проверять? Что бы что? За тем, что людей, которые у нас находятся у власти, их в свое время учили, что евреи – это пятая колонна. Вы не помните, когда Сергей Борисович Иванов только-только появился, только-только Путин пришел, за ним Сергей Борисович Иванов, первое, что он сказал, что евреи – это пятая колонна, и что если к ним обратится МОСАД, то они никогда не откажут. Вот это я хорошо помню. Это было короткое интервью о аргументах и фактах, которые потом как-то заболтали, заболтали, заболтали. Этих ребят учили тому, что… Это потом просто учили, что в России, Советский Союз был страной государственного антисемитизма. Их учили, что евреи – это враги. Сегодня или несколько дней назад… То есть только об этом ритуале может идти ритуал? Да, конечно, потому что именно под ритуалом во всех таких случаях понимается то, что когда-то было положено в основу знаменитого дела Бейлиса в России, а именно кровавый навед, а именно, что евреи используют кровь христианских младенцев для приготовления мацы. Значит, люди, которые распространяют эту гадость, они, безусловно, знают, что это ложь, потому что в иудаизме вообще всё, что связано с кровью, запрещено. Если вы берёте яйцо, и на нём есть, значит, кровь, пятнышко, вы выбрасываете это яйцо. Кашрут, да, требует спустить, так зарезать животное, чтобы была спущена кровь. Вы не можете взять в ресторане мясо с кровью. Это всё запрещено. Для людей, соблюдающих, это всё запрещено. Поэтому, и, конечно же, при этом, мы с вами хорошо знаем, что кровавый навед был очень распространён в средние века, и, собственно, это было, как сказал Папа Иннокентий IV в XIII или в XIV веке, что это был повод ограбить в очередной раз иудейское население, что, собственно, и делали. При этом я вам хочу сказать, что, например, у евреев есть такая книга, у европейских евреев, у евреев Ашкенази, есть книга, которая называется «Кицур-Хульханарух». Прямой перевод это называется «Малый накрытый стол». Неважно. Это свод правил, как евреям надо жить, находясь в диаспоре, в России, за пределами Израиля. И, в частности, например, еврейским повитухам было запрещено принимать роды у нееврейских женщин. Почему? Ровно потому, что не дай Бог, если ребёнок умрёт, чтобы не обвинили в кровавом наведии. Все живущие все евреи очень хорошо знали, что если не дай Бог в этом обвинят, то будут убивать детей, всех, резали всех подряд, тысячами и тысячами и тысячами. Взрезали животы беременным женщинам, засовывали кошек в живот, ну и так далее, и так далее. Я не буду перечислять все замечательные радости, которые тогда существовали. Значит, вопрос самый, конечно, любопытный. У меня нет никакого сомнения, что и Тихон Шевкунов, и эта самая комиссия по царским останкам отлично всё это понимает и знает. Более того, я сама много часов разговаривала, брала интервью у следователя генеральной прокуратуры, Соловьёва, который занимался, собственно, вопросом останков царской семьи, и у которого нет, кстати, никаких сомнений по поводу того, что то, что захоронено, это будет действительно останковаться. Я много говорила в своё время с Борисом Немцовым, который занимался этой проблемой очень серьёзно, когда он был ещё вице-премьером. Поэтому это, почему это используется, вот это самое интересное. Что они хотят с этим сделать, почему это вбрасывается накануне выборов, я, честно говоря, думаю, что Путина загоняют в угол. Да вы что? Да. В архиерейском соборе будет участвовать, вы знаете? Ну, будет, конечно, он и в архиерейском соборе будет участвовать, я не знаю, там, или на собрании Совета директоров Роснефти в Сочи будет участвовать, понимаете. Есть люди, которые находятся за пределами, как мы знаем, российского законодательства и российской правовой и прочей иной системы. Вот один из них, Деда Морозом, видимо, тоже он же. Второй Тихон Шевкунов, да? Да, я думаю, что это делается совершенно сознательно и вот запихивают вот в этот правый спектр. Сегодня или вчера Леонид Волков, начальник штаба Алексея Навального, опубликовал в Фейсбуке очень интересный пост, а именно как следователь в Екатеринбурге, который занимался там очередным каким-то, значит, нарушением Леони, связанным с организацией митингов или еще чего-нибудь, да? Ну, там ему экстремизм, по-моему. Экстремизм тогда клеили, да. И как в Екатеринбург приехал генерал Бастрыкин и якобы Бастрыкин якобы сказал следователю якобы Волкова, это я от протокола защищаюсь, то ли? Вот. Меня так учил в свое время Генри Резник. Так вот, сказал, что надо этого, значит, молодой Жиденка закрыть или Еврейчика, но не принципиально, потому что от них все зло. Понимаете, если вы, я тут в субботу-воскресенье наконец, значит, посмотрела фильм Троцкий. Ну, вот, за последнее время я смотрела две пошлятины на эту тему. Одну не буду называть, а вторую, вторая, вот этот фильм Троцкий. О том, что там историческая фактура, перевернута с ног на голову, об этом писали историки, говорили историки. Но это, но понимаете, когда вы, конечно, такое на протяжении восьми там или девяти вечеров вы смотрите это по телевизору, а потом вы смотрите еще Демона революции, то, конечно, следующий шаг это кровавый наветок. А потом они удивляются, что у них ракеты падают. Одно из двух, либо мракобесие. Нет, просто в мракобесной стране нормальной науки и техники быть не может. Так осветили же ракету. Ну, значит, Оль, я в этом плохо понимаю. А вот Дьякон Андрей Кураев считает, что это связетствует о профнепригодности освещавшего. То есть мало покропили? Недостаточно прочувствовано. Я боюсь, Ярослав Кириллович Головонов сейчас в гробу переворачивается, слышим, про то, как окропляли ракету на космодроме Восточный. В довершение темы с Останкиными, архиерейским собором и со всем прочим, я вот чего не могу понять. Вот патриарх Кирилл говорит, наша позиция заключалась в следующем, весь процесс, то есть посвященный царским останкам, расследованию и, собственно, идентификации, нужно повторить заново и с самого начала до конца церковь не должна наблюдать со стороны, она должна быть включена в этот процесс. Президент с пониманием отнесся к нашей позиции, были даны соответствующие указания следственным органам, дано согласие на эксгумацию. Объясните мне, пожалуйста, какую сферу науки, криминалистики или, я уж не знаю, генетики представляет православная церковь? Почему они должны... Нет, она представляет отдел агитации пропаганда ЦК КПСС. Вот что представляет сегодня русская православная церковь. Вернее, не русская церковь с большой буквы С, а организация, которая называет себя РПЦ. Она представляет собой отдел агитации пропаганды. Долго-долго искали национальную идею. Долго-долго думали, как же быть-то вот, как-то вот, ведь они же опять... Это же все ребята, которые выросли. не занимаются следствием, если я правильно понимаю. Отдел агитации пропаганды ЦК КПСС занимался всем. Это был один из главных отделов в Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза, то есть в органе управления страной. Точно так же, как... Я хорошо помню, как... Я же была научной журналист в советское время. На меня написал донос, член-корреспондент один, за пропаганду идеалистической физики. Идеалистическая физика, это я написала, у меня был материал, там, связанный с кульцами Сатурна. А там есть одна, была одна очень спекулятивная либо опытная идея о планковской длине волны. Что планковская длина волны это то место во Вселенной, куда уходят души. Красиво, безумно. Вот. Я написала, значит, на эту тему материал. А сейчас бы вас на архиерейский собор пригласили. А тогда меня вызвали в ЦК КПСС. А я же никогда не была членом их партии. Так, собственно, никакой другой. И меня вызывают. Мне 21 год. И сидит очень немолодой человек, которому лет 70. И появляется, значит, я. И он говорит, это вы пропагандой идеалистической физики? Я говорю, да, это я. Понимаете, ну что поделаешь. Это люди глубоко безграмотные. При советской власти они были глубоко безграмотные. И сейчас они ровно такие же безграмотные. Но сегодняшние, они просто вспоминают, у них же, им же всем уже под 60, слить сильно за 60. И они начинают уже жить вот в том прошлом, когда, как известно, девушки были молодые. Вокзал был сильно ближе к дому. Ну и сахар, соответственно, слаще Евгения Марковна. Вы же знаете. Евгения Марковна, не расстраивайтесь так. Ну что вы. Сегодня в Краснодаре именем Феликса Дзержинского назвали одной из школ. И сегодня же, несмотря на окропление ракеты, она упала. Я вижу, что фундаментально эти события связаны, пишет нам Юрий из Петербурга. Много вообще событий у нас фундаментально связаны. Мы смеемся над всем над этим. Но, Оль, мы ведь все это говорим, а это все происходит в стране, в которой колоссальные запасы ядерного оружия. В которых непонятно, что произошло на Челябинском макете. По-моему, если мне память не изменяет, это раньше был Челябинск-40, где была страшная катастрофа в середине 50-х годов. И до сих пор неизвестно, сколько людей погибло. И, понимаете, это связанные вещи, потому что мракобесие не может управлять современными производствами, технологиями и так далее. Это просто невозможно. По всем остальном поговорим в следующей части программы «Особое мнение». Это Евгений Альбас, главный редактор журнала «The New Times». Встретимся после новостей. А почему вокзал-то, ребят? Расскажите. Ну, это потому что вокзал был ближе в город. Я думал, может, потому что... «Эстейдж Энтертеймент» представляет мюзикл «Привидение». Долгожданные показы в Москве уже начались. Герои Патрика Суэйзи и Дэми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способной преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение» на сцене театра НДМ. «Билет 7393737». Категория 12+. Елена, а мы... Реклама на радио «Эхо Москвы». Да. «Девятьсот двадцать один сорок сорок один». Код 495. «Девятьсот двадцать один сорок сорок один». Нет, ну, а Пелевина? Мне кто-то рассказывал, кто-то печатал Пелевина. «Во вторник гость вечерней программы в круге света». Президент Института экономического анализа Андрей Иллюнов объяснит каждую сумму. Например, там, «Екатерина Шульман расскажет о сфотеях, которые действительно... «Продажная женщина, женщина, зарабатывающая тело». «Девушки с пониженностью с вами ответственность». «С пониженностью?» «Ах, да, это Путин, правильно!» «Он же тоже не может локоть. Да. «Во вторник авторская программа «Евгения Ясина. Выбор Ясин» будет посвящена 25-летию высшей школы экономики. Ведущая Ольга Журавлёва. «Выбор Ясин» во вторник после 22 часов. В этот вторник с 11 вечера до часа ночи программу «Один» ведёт Алексей Нарышкин. Не пропустите. «Один» во вторник после 23 часов. Фанат эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com slash echo.msk.ru «Ой, а как это сделать?» «Представьтесь, пожалуйста». «Алёна». «Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com slash echo.msk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится». «Правщик, как закрыть этого правщика?» «Я всё отключаю. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Со своим особым мнением сегодня главный редактор журнала «Финью Таймс» Евгения Альбац. Евгения Марковна, есть у нас ещё много всяких удивительных параллелей и совпадений. Сегодня прям, ну, почти одновременно выходят новости о том, что Минфин говорит, что многовато выплат социальных, нагрузка на бюджет. Путин при этом говорит, что надо бы платить уже за первого ребёнка, за первенца, то есть как бы ещё одна социальная выплата. При этом Минтрут говорит, что нет-нет никаких проблем с социальными выплатами. Так что на самом-то деле происходит, вы понимаете? Ой, ну, это, конечно, не ко мне вопрос. Я думаю, что Силуанов отвечает за деньги, поэтому, конечно же, он понимает, что у него дырка в бюджете. Были ожидания, что экономика немножко подрастёт. Оказалось, по последним, по данным, насколько я понимаю, последнего квартала, она не растёт, что она опять ушла в стагнацию. Было несколько месяцев, когда оказалось, что она начала расти, что она опять уходит в стагнацию. И это большая проблема в условиях того, что сейчас начинается ярмарка, раздача призов и обещаний, поскольку у нас как бы выборы. На выборах и как бы выборах принято всем раздавать всякие обещания. Вот Путин сейчас будет, конечно, всем раздавать обещания. При этом есть вторая проблема. Она связана с тем, что одна из главных проблем России, о которых у нас почему-то безумно мало говорят, это демография. У нас очень мало рожают, и у нас много умирают, и у нас и так яма демографическая, и у нас нехватка трудовых ресурсов, и при той демографии, которая у нас есть, невозможно просто заполнить производство. Поэтому необходимо сюда привлекать мигрантов. А привлекая мигрантов, вы создаете другого рода проблемы. Вот я как раз вчера читала одну новую работу на эту тему, да. Казалось бы, всегда считала, что для либеральной экономики надо иметь открытые границы и привлекать. А это создаются другие проблемы. Кстати, это большие проблемы создаёт для демократии, потому что, для развития демократического процесса, потому что иммигранты не требуют никаких прав. Хорошо, если их покормят. Короче, и Путин понимает, что что-то надо делать, потому что опять у нас в этом году смертность выше рождаемости. И надо как-то эту проблему решать. Так что, естественно, это нарастающий поток проблем, который связан с тем, что уже 10 лет экономика на самом деле стагнирует. Алексей Кудрин на комитете, на конгрессе комитета гражданских инициатив говорил о том, что уже, по его данным, три года доходы падают. По другим данным, четыре года доходы падают. Опять, это, учитывая, что Путин собирается ещё шесть лет править в Кремле, это катастрофические совершенно результаты. То есть, результатом его многолетнего правления падение доходов граждан. По данным, по официальным данным, 12 миллионов работающих живут за чертой бедности. То есть, это значит, что производство толком не функционирует. Люди получают очень маленькие зарплаты, потому что, видимо, они работают неполный рабочий день, неполную неделю и так далее. Есть ещё государственные так называемые... А у нас, Оля, 70 процентов. 70 процентов экономики сейчас находится... Это не очень чиновничество всевозможное. Это не совсем так, потому что у чиновников есть зарплаты, есть всякие премии, но самое важное, у них есть так называемые отложенные выплаты. Это пенсии, это очень... Например, у московского чиновничества. Если вы посмотрите, если вы возьмёте реестры по центру Москвы, то вы узнаете, Оля, что практически весь центр Москвы сейчас заселён чиновниками, федеральными и московскими. Причём не только начальниками. Это была... Это форма выплаты. Они получают, как правило, это как социальное жильё, его приватизируют, и это, так сказать, форма расплаты тоже. Поэтому не жалейте вы чиновников, там с ними совсем всё не так плохо. Может быть, об этих социальных выплатах идёт речь? Нет, конечно, он имеет в виду... Нет, я думаю, что, конечно же, Путин... То есть Силуанов говорит о том, что... Как это было? Это опять... Вот об этом, ровно об этом говорили в Центре стратегических инициатив Грефа в 99-м году. Теперь в Центре стратегических инициатив выглавляет Кудрин и опять говорят ровно о том же, что очень много всяких... всяких возник, которые позволяют уходить, выплачивая, получать всякие социальные надбавки людям, которые, на самом деле, в этом не нуждаются. Прежде всего, это, конечно, среди силовиков. Это прежде всего. Это самая сейчас привилегированная группа чиновничества, которая получает наибольшие бюджеты и наибольшие выплаты. Я думаю, что Силанов просто не может себе позволить это впрямую сказать, и поэтому делается такой обходной маневр. Ну, посмотрите, у нас такое количество охранителей всех мастей в разных подгонах, сюртуках, пиджаках и так далее, что в форме, что, конечно, это не один бюджет это вытащить, выдержать не может. Но при этом не забывают вот эти вот призывы Путина не об экономике на военные рельсы, но, тем не менее, о том, что надо увеличивать и так далее. Вот это очень интересно, на самом деле. Безумно интересно. Хорошо, что вы это спросили, потому что это очень интересная вещь. С одной стороны, идет вот эта вся милитаристская риторика, а мы только что опубликовали материал Саши Гульца о том, что на самом деле в этом центральный командный пункт, который создан в Министерстве обороны, это практически параллельная структура управления страной. Там даже Минсельхоз, сельская хозяйка туда данные, там такие объемы невероятной информации, такие полномочия, что Гульц утверждает, что это, так сказать, структура, созданная на случай, когда, не дай бог, переворота, протестов и так далее, это параллельная структура управления страной. С одной стороны, действительно, невероятная милитаристская риторика. С другой стороны, в планах на ближайшие три года военные расходы не увеличиваются, сокращаются. Я думаю, что это такая, вот, это не шизофрения, это чрезвычайный прагматизм тех людей, которые сегодня находятся у власти. Потому что никакой идеи, которая бы двигала их и заставляла бы отдавать кровные на все эти ракеты и так далее, они же отлично знают, что это металлолом, который там через пять лет станет металлоломом, через три года никому не нужен. Вот. Но когда у тебя есть вот эта идеология войны, бесконечная риторика войны, то под это ты отменяешь любые процедуры, любые законы, тебе позволено все, потому что отечество в опасности, сплотимся все как один вокруг национального лидера, ни шагу назад, ну и так далее, так далее. Конечно, очень смешно, когда на этом фоне появляется предприниматель Борис Титов, человек, прямо скажем, совсем не бедный, ему не требуют социальные выплаты, и владелец собрал Дурсё, ну и не только там нефтяные какие-то, тоже еще всякие активы, и начинает говорить о том, что Россия не созрела для демократии. И ты смотришь на этого, в общем, не старого еще человека, и думаешь, и он говорит, что, ну, мы наконец этого добились, мы наконец заставим, чтобы нас услышали, говорит он. У нас программа модернизации, мы знаем, как, что надо сделать с экономикой, ну, для демократии Россия, конечно, еще не созрела. И ты понимаешь, что вот еще один безграмотный идиот хочет, будет пытаться продать, не пойми, какую-то мульку твоим согражданам, потому что по уровню ВВП, по перетету покупательной способности, Россия, конечно же, должна быть демократической страной. В сегодняшних деньгах это примерно 16 тысяч долларов на душу населения в пересчете, да, валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности, да. Россия, слава богу, не стала, так сказать, если бы у нее было бы там, как у Катара, да, сто с лишним тысяч на душу населения, то это делает невозможным какую-либо демократию. Очень бедные страны и очень богатые страны не позволяют переходу до демократии, да. Россия высокоиндустриальная страна, высокоурбанизированная страна и очень образованная страна, в смысле, люди могут читать. 99% населения России у нас почти поголовная грамотность. Это все то, что необходимо для демократизации, так называемые пререквизиты для демократизации, да. То, что этот Титов не знает, бог с ним, он же не про это, он про Абрау-Дирсо, но вот то, что он с такой уровнем безграмотности заявляет, что он собирается идти в кандидата президента, для меня просто оскорбительно. Слушайте, ну а другие кандидаты, у нас Мартин Шакум был, у нас, я не знаю, только что не Брынцалов там выдвигались. Послушайте, у нас есть стандартный набор, да, Жириновский, Явлинский, Зюганов, кто там еще, а и Миронов. Это ладно, ну, никто даже не обсуждает. Это норм. У нас все-таки есть Алексей Навальный, да, кстати, любопытно, что, когда Алексея Кудрина спросили в воскресенье на Комитете гражданских инициатив, считает ли он, что Навальный должен быть зарегистрирован, он сказал, да, в сухом остатке ответ его был, да, Навальный должен быть зарегистрирован. Титов тоже примерно сказал что-то в этом роде, только с фамилию Навального побоялся произнести. Ну и надо отдать должное, что последнее шоу Ксения Собчак у Владимира Соловьева, это было очень, это было очень интересно, и мы давно такого не наблюдали. Так что в этом смысле, конечно, я уж не говорю там о Навальном, понятно, что даже сравнивать его нельзя с Титовым, но да, но и Ксения Собчак, ну, просто на голову выше и образованнее, чем Абрау Дюрсо. Ну, слушайте, люди не все могут себе позволить, Титов может себе позволить. Понимаешь, это же стыдно, при этом он еще говорит, он оказывается, он говорит, я государственный чиновник, он нас обдустман, он защищает как бы права предпринимателей. Какие права предпринимателей? 70% опять экономики в руках государства. Где предприниматели? В Лондоне? В Праге? Или в тюрьмах? Вот и ответ, Евгений Марманович. Ну да, вы хотите сказать, поэтому у нас такие, как такое Абрау Дюрсо. Какое у вас Абрау, такое Дюрсо. Это Евгения Альбат со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо. Эхо твоего города. Какая прелесть Валентины Ивановны. Повеселее. Какое Абрау, такое Дюрсо. Это очень хорошо. Ну, какой же мудак, а? Мудак разрешено, кстати. Да, кстати, да. Кстати, Оля. Да, разрешено. А это, наверное, потому что... А почему, кстати? Все любят это слово. А почему, интересно? Нет, потому что интересно. Ну, Оля, то слово, которое вы сразу угадали, я его даже не знала. Нет, я знала другое. Да, Нет, у Голованова моего, у нас уже нет интернета. У него любимое было. Он, уражение, Славков, он всегда говорил. Пойдем.